Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы вам расскажем о волшебной игре «Матрица. Путь. Нео». Волшебная она, потому что это просто всего лишь навсего самый лучший, наверное, экшен на данный момент на рынке. На самом деле, так действительно и есть. Все потому, что игра очень хорошо попадает в свою аудиторию. Что нужно от битымапа, чтобы один человек, в нашем случае Нео, быстро, красиво, хорошо и качественно катамарил множество врагов. Закатамаренные враги должны разлетаться, должны умирать просто-напросто пачками, а Нео, как истинный избранный, идет вперед и ломает всех. Да, по правде, много врагов мы могли избивать и уже в других играх, но при этом чаще всего на экране творилось что-то такое непонятно сумбурное. «Матрица», наверное, первая игра, в которой происходящее на экране радует глаз очень сильно. Вот вы сейчас это как раз наблюдаете, видите, он избивает агентов, время правильно замедляется и самое главное, что это выглядит все просто как в кино. Немного о технических свойствах. Все мы помним любимую игру Юрия Ливандовского, Rest of Honor. В чем была фишка там, я имею ввиду боевую систему. Нужно было толкать правую шишечку джойстика в сторону врагов и сами собой получались замечательные комбо. Другие битымапы делаются по-другому. Нужно комбо заучивать, нужно нажимать правильные кнопки, часто не попадая во врага. Здесь мы видим некую золотую середину. Очень просто и очень быстро можно научиться делать великолепные и красивейшие вещи, как в Rest of Honor. И с другой стороны есть множество трудных и очень красивых комб, приемов и прочего. В общем, то, что поддается при каком-то определенном мастерстве. Здесь игра больше похожа на файтинг. Вы всегда знаете, что вы можете сделать, и вы всегда знаете, что вам для этого нужно. Никаких случайных срабатываний не происходит. К тому же сама игра время от времени подсказывает вам, что нужно делать, правильно замедляя время, для выполнения очередных комбинаций, очередных нажатий и очередных манипуляций с вашим джойстиком. Да, кстати, игра все-таки не настолько, конечно, похожа на файтинг. Они так продвинуты, как тот же самый Urban Rain, в котором был фактически настоящий файтинг для четверых. Здесь можно, банально нажимая треугольник, и правильно замедляя время кнопкой R1, L1, добиться просто красивейших всевозможных эффектов. Ну да, есть очень длинные комбинации, там по 12 кнопок, которые заполнить фактически невозможно. Поэтому, чаще всего, даже нажимая подряд просто какие-то клавиши, да, вы можете делать вот настолько красивые комбинации, как сейчас происходит на экране. Причем, вы видели, да, игра делает подсказки. Вот в нужный момент, увидев кнопку треугольник, нажав ее, вы увидите вот такое вот действие на экране. И самое главное, что все комбы, в отличие от большинства битэмапов, делаются не на одном каком-то персонаже, а в действии участвуют трое-четверо врагов, и комбы производятся именно по всем врагам. От себя замечу, что попытки сделать это были уже только в этом году, было несколько таких попыток, не все удачные, но, тем не менее, жанр разбивается. В этом смысле можно говорить о том, что жанр битэмапа, переживающий сейчас второе рождение, гораздо более прогрессивен, чем тот же самый файтинг, который застыл на каком-то одном уровне, и единственное его развитие, которое можно видеть, лишь графическое. Мы можем вспомнить Mortal Kombat, его Multidirection Kombat, мы можем вспомнить Death by Degrees, который лично мне нравится очень сильно, но не понравился почему-то всем другим, и можем вспомнить тоже Rise to Honor. Все эти файтинги, все эти битэмапы, они позволяют драться сразу с несколькими противниками, не дожидаясь, пока не выстроятся очки, будут подходить по одному. Матрица в этом смысле не очень многое дает нового, но очень хорошо перерабатывает все старые идеи, которые были в предыдущих битэмапах. Хорошо их обрабатывает, отсекает ненужное, приносит что-то свое, и можно сказать, что получилось просто здорово. Когда на вас нападают 6 человек, вы всегда знаете, что вы можете себя защитить, вы всегда знаете, что можете убить их всех самыми красивейшими способами. На его, кстати, очень часто делают... Кстати, вот полюбуйтесь, полюбуйтесь, полюбуйтесь. Да, воткнуть меч, ударить нападавшего сзади, выточить меч, ударить снова. Как бы вы ни дрались, игра всегда выстроит определенную комбу. Не поверьте, дорогие читатели, но кроме драк в Матрице еще и можно стрелять. Да, действительно, стрелять можно, это даже странно, учитывая, какие возможности предлагает игра в рукопашных схватках. Но, тем не менее, Нео стрелял в фильме, Нео будет стрелять и в игре. И реализовано это, в общем-то, здесь и неплохо. Конечно, есть такой прицел, конечно, есть кнопки переключения с цели на цель. Здесь никаких откровений, в общем-то, нет. Но, тем не менее, способности избранного, они и вокруг способностей избранного. Юрий стрелять не очень хорошо умеет, и поэтому у него получается вот такое. Но, тем не менее, стрелять можно, стрелять можно красиво. Можно отбирать оружие у врагов, можно прокачивать различные умения отбора. Можно в одном прыжке поражать несколько целей, можно побежать к противнику, кнуть его ногой и расстрелять, пока он корчится в воздухе. Стрельбу и рукопашный бой можно объединять друг с другом и так далее. Самое интересное, что... Ну, это действительно нужно. Нужно иногда стрелять. Хотя, если вам нравится драться, можете поступать так же, как и у него. Подбегаете, отбираете пистолет, валите ногами и так далее. Самое интересное, что игра поощряет такой способ видения. Иногда. Мне, кстати, не очень понравилось то, что система автоприцеливания, после того, как вы убьете врага, прицел так и оставляет на трупе, его нужно переводить самому, а мне это делать всегда лень, поэтому я всегда расстреливаю трупы. И мне проще намного вот так вот подбежать и просто избить человека ногами, чем стрелять уже в лежащий труп. Да, действительно, проблемы есть. Например, Нео, как истинный избранный, прекрасно улавливает автоприцелом противника сквозь стены, столбы и так далее. И вы часто попадаете в ситуацию, когда, пытаясь выстрелить в того, кто бежит прямо перед вами и подставляет свое голое пузо под выстрелы, вместо этого патроны летят в стену. Вы не понимаете, в чем дело. Оказывается, автоприцел захватил ближайшего к вам противника, который находится за кирпичами. Это не так страшно, нужно просто внимательно играть в тренировочном режиме, внимательно читать все подсказки и становится понятно, как быстро перешлить с цели на цель, как при этом перемещаться, как замедлять правильное время и так далее. Продолжив свою мысль, которую я начинал чуть раньше, самое забавное, что игра поощряет рукопашное ведение, игра поощряет махание руками и ногами. Все дело в том, что противостоят вам чаще всего агенты, как вы видите это здесь. А агенты, не будь дураки, сами умеют уворачиваться от пуль. Стрелять по ним бесполезно, но таким образом, выпуская в него очередь за очередь, его можно удержать на расстоянии. Часто приходится комбинировать одно, комбинировать другое, использовать оружие, руки, ноги и так далее. В общем, это именно то, что мы и хотели видеть в подобного рода боевике. Потому что в других играх чаще всего с появлением огнестрельного оружия уходит геймплей в сторону выстрела, в сторону вспышек и забывается напрочь рукопашка. Либо же все решается очень просто. У вас очень быстро заканчиваются патроны, вы хотите пострелять, вы этого не можете сделать. Здесь баланс найден практически идеальный. Каждый делает то, что умеет, и каждый делает это тогда, и так, как ему это больше нравится. Да. У нас вот заканчивается эфирное время, поэтому скажем еще о том, что в матрице есть совершенно шикарные, полностью уничтожаемые, разбиваемые фоны. А еще здесь есть замечательные боссы. И вот сейчас будет небольшой спойлер. Вы увидите маленькую часть самого финального босса, до которого вы, конечно же, дойдете сами и поймете, что матрица все-таки это круто. Короче, все играйте в матрицу, и будет вам счастье. Субтитры сделал DimaTorzok